Здравствуйте! Это программа «События дня» в студии Анастасии Николаева. И прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о наиболее значимых и интересных новостях к этому часу. Сегодня в выпуске. Я с нетерпением жду открытия новой школы. В ожидании новоселья в Черкесске началась реконструкция детской школы искусств. Для того, чтобы исполнить волю Всевышнего Аллаха, то, что неспособлено нам в Священном Коране и Сунне, будем вести эту работу. Исмаил Хаджи Бердиев переизбран муфтием республики. За него единогласно проголосовали все делегаты съезда мусульман. Очень внятно, понятно. Очень хочется, чтобы больше было таких уроков. Учителю на подмену на базе Карачева-Черкесского госуниверситета начал работу студенческий педагогический отряд. А теперь обо всем подробнее. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимреза в своем инстаграм анонсировал начало реконструкции детской школы искусств черкески. Ремонт здания, построенного 100 лет назад, ведется в рамках госпрограммы развития образования. Сейчас рабочие заняты сносом старых стен. В обновленной школе искусств появится звукозаписывающая студия, залы для хореографических постановок, классы для индивидуальных занятий и современный актовый зал. А пока преподаватели и ученики продолжают заниматься в арендованном здании. Моя коллега Алина Гидеева расскажет о ходе реконструкции. Обветшавшее здание, хрупкие деревянные полы, облупившаяся краска – в таких условиях приходилось заниматься воспитанником детской школы искусств Черкеска. Здание, введенное в эксплуатацию еще в 1936 году, уже давно непригодно для занятий музыкой и хореографией. И дело даже не в комфорте, а в безопасности посетителей. Данное здание было построено в 1936 году и из-за продолжительного периода эксплуатации здание пришло в негодность физически. И было принято решение в рамках программы развития образования выполнить работы по реконструкции данного здания. В ходе реконструкции прежнее здание снесут и на его месте расположится новое, отвечающее всем требованиям качества и безопасности. Обновленная школа искусств, помимо кабинетов для занятий музыкой и хореографией, включит в себя звукозаписывающую студию, операторскую, а также просторный актовый зал на 180 мест. Сейчас мы проводим работы по демонтажу здания. Будет проводиться полная реконструкция здания. Параллельно с демонтажом идут работы по ограждению объекта. Это будет достаточно современное здание, очень красивое, отделано красивым клинкерным кирпичом. Два этажа также будет. Будет большой актовый зал «Два света» и также кабинеты, классы для занятий разными видами искусств. Тем временем занятия у юных музыкантов продолжаются в специально арендованном для этих целей помещении. Адам Качкаров уже два года занимается музыкой. Выбирая инструмент по душе, остановил свой выбор на фортепиано. Больше всего мальчика привлекает звучание этого инструмента. Однако вся красота музыки терялась в интерьере обветшавшего здания. Адам надеется, что обновленная школа искусств оправдает все ожидания учеников и преподавателей. Я с нетерпением жду открытия новой школы и хочу, чтобы там был просторный зал, побольше кабинеты и новые инструменты. Также в рамках госпрограммы планируется и капитальный ремонт музыкальной школы республиканской столицы. Все ремонтные работы планируется завершить уже к концу этого года. Алина Гидиева, Назир Капушев и Айвар Барануков, Архиз, 24. Исмаил Хаджи Бердиев переизбран муфтием Карачева-Черкесии на новый пятилетний срок. В ходе 10-й отчетно-выборной конференции за него единогласно проголосовали все 269 делегатов Съезда Мусульман Республики. Также они переизбрали состав Президиума Думы, членов Центральной ревизионной комиссии. С подробностями Рнас Чуков. 10-й юбилейный отчетно-выборный Съезд Духовного управления Мусульман Карачаева-Черкесии в этом году впервые прошел в необычном формате. Часть делегатов находилась в Черкесии, часть в районных центрах и была на связи с Президиумом посредством онлайн-видеоконференции. Всего в программе Съезда было 10 вопросов, главный из которых – избрание на новый срок муфтия республики. Перед началом заседания к собравшимся от имени главы региона обратился первый заместитель председателя правительства Хазырчик Куев. С 2016 года Духовным управлением проделана огромная работа по возрождению ценностей традиционного ислама и укреплению духовности в нашей республике. Во многом, благодаря созидательной и мудрой позиции духовенства, в Карачаево-Черкесии сложилось доброе и конструктивное отношение между исламом и православием, основанное на принципах взаимного уважения. Затем с докладом о проделанной работе за пять лет к делегатам обратился муфтий Карачаево-Черкесии Смейл Хаджи Бердиев. Он отметил, что за эти годы число верующих стабильно росло, идет активное строительство новых мечетей и капитальный ремонт уже существующих. В марте 2022 года ожидается полное открытие соборной республиканской мечети, рассчитанной на 5000 мест. Особое внимание в своей работе Духовное управление уделяет работе с молодежью. Наши имамы, обсуждая истинные ценности религии, повышали религиозную грамотность среди учащихся школ и развивали у молодежи чувство патриотизма. Имамы регулярно встречались с учащимся и беседовали с ними о нравственности, правильных взаимоотношениях с родителями и учителями. А важность и ценность соблюдения норм религии в жизни людей. Затем делегаты приступили к голосованию по вопросам съезда, главным из которых было, конечно же, избрание муфтии республики на новый пятилетний срок. По результатам открытого голосования все 269 делегатов единогласно выбрали на эту должность действующего муфтия Исмейла Хаджибердиева. Сам вновь избранный руководитель УММИ поблагодарил всех за поддержку и признался, что после перенесенного коронавируса планировал уйти на пенсию. Но доверие единомышленников дает силы для дальнейшей работы. Но раз так суждено, значит будем исполнять вашу волю. Для того, чтобы исполнить волю Всевышнего Аллаха, то, что не спослано нам в священном Коране и Сунне, будем вести эту работу. С переизбранием Исмейла Хаджибердиева поздравили и делегаты, находившиеся у себя в районных центрах. В поселке Кавказском имамы Прикубанского района отметили его вклад в развитие духовного управления мусульман и выразили полную поддержку в его работе. Я от себя лично поздравляю с назначением Исмейла Хаджибердиева и от имени имамов Прикубанского района. Весь состав, который избран в этом году на этом съезде, всем желаю плодотворной работы, успехов, удачи во всем, здоровья и благополучия. Также делегаты 10-го съезда избрали новый состав членов Президиума Духовного управления мусульман и членов Центральной ревизионной комиссии. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюга, Ванзор Курбанов и Радомир Князев, Архиз, 24. Пожар на бесхозном складе потушен, жертв нет. Накануне вечером Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России получил информацию о возгорании в заброшенном цеху по адресу Черкесск, Доватора, 71. По предварительной информации, горело здание пилорамы. Площадь пожара около 200 квадратных метров. Пострадавших нет. В 19.18 к месту происшествия выехала оперативная группа. Всего же к ликвидации пожара привлекли 40 человек личного состава и 13 единиц техники. В 20.58 была зафиксирована ликвидация открытого горения, а около полуночи – полная ликвидация возгорания. Новая школа в ауле КУМЫШ должна появиться в 2022 году. Об этом заявил глава региона Рашид Темрезов во время рабочего визита в Карачаевский район еще летом прошлого года. Уже утвержден проект, отобрано место строительства. Появление нового здания продиктовано несоответствием условий, в которых сегодня обучаются дети в старой школе. Тесные кабинеты не позволяют соблюсти требуемые нормы. Наша съемочная группа побывала в КУМЫШе и увидела все своими глазами. Вот уже 35 лет Фатима Бачаева преподает русский язык и литературу в средней школе аула КУМЫШ. За свою трудовую деятельность она застала еще те времена, когда дети учились в две смены. Но даже тогда в школе было тесновато. А сейчас, когда более 400 учеников посещают занятия в одну смену, говорить об удобстве не приходится вовсе. В маленьких кабинетах порой не помещается целый класс, потому ребят приходится делить на две группы и рассказывать один и тот же материал в два захода. В этом кабинете русского языка и литературы учится 6 класс. Деток в кабинете очень много бывает, даже когда у нас была кабинетная система. А сейчас у меня в классе детей 21 и практически они не помещаются. Мы, конечно, педагоги должны сохранять, нести ответственность за безопасность наших детей. А по нормам СанПин, как видите, у нас не все позволяет. Пожалуй, самым просторным кабинетом во всей школе является кабинет информатики, который вмещает почти 30 детей. Но даже его сейчас нельзя использовать в полной мере, потому что до сих пор действует запрет Роспотребнадзора. Очень сложно, потому что, вот посмотрите, расстояние от доски до парты школьной практически один метр. Это расстояние должно быть где-то два с половиной метра. Поэтому все время находиться возле доски, что-то объяснять, и ребенок перед носом сидит, вот очень неудобно. Все время приходится отходить от доски. Если ребенок работает у доски, я уступаю ему место, чтобы детям было комфортно себя чувствовать. Вот это расстояние, вот эта площадь в кабинетах нас очень стесняет. Средняя школа аула Кумыш была построена более 50 лет назад. Изначально она рассчитана была на обучение в две смены по 280 детей в каждой. Но в начале 90-х один из корпусов был закрыт. И когда здесь перешли на обучение в одну смену, возникли большие трудности с размещением учащихся. К слову, сегодня здесь учатся 428 детей, которые вынуждены ютиться в 28 кабинетах. У нас большая проблема с площадями. Большая проблема с площадями. Вы видели кабинеты маленькие, рассчитанные на 14 на 16 учеников максимум. И даже при таком раскладе, даже если в классе 14 учеников, мы все требования Санкт-Пенц облюсти не можем. Допустим, у нас первая парта должна стоять минимум 2 метра от доски. У нас такого варианта нет для детей, потому что средняя наполненность классов 20 человек у нас в среднем. Согласно проекту, новая школа будет рассчитана на 528 мест. Строительство должно начаться уже в следующем году. Контроль над исполнением срок поставленных задач будет осуществляться руководством района и республики. Как справиться с жизненными неурядицами, преодолеть сложные повороты судьбы и, несмотря ни на что, двигаться к своей цели? Девятилетняя Амина Ионова, несмотря на тяжелую болезнь, прилагает максимум усилий, чтобы отлично учиться, заниматься музыкой и рисованием, а также участвовать в различных соревнованиях. С по-настоящему сильной духом девочкой познакомилась наша съемочная группа. Для каждого ребёнка главной мотивацией в любых начинаниях является поддержка родных. И если за ребёнком словно два крыла следуют его мама и папа, он никогда не будет сомневаться в своём успехе. Девятилетняя Амина Ионова – наглядный тому пример. Несмотря на юный возраст, у малышки очень много хобби и увлечений. И диагноз ДЦП этому не помеха. Детский церебральный паралич у Амины обнаружили, когда она была ещё совсем крошкой. В 11 месяцев она родилась с весом 2450, и каждый месяц мы ходили к патронажному врачу, медсестре на приём. Они нам говорили, вы маленькие родились, догоните, всё нормально, нормально. И уже месяцев так в 7-8 я уже смотрю, она не сидит, ну как голову держала, всё хорошо, но не сидела. Иначе обид тревогу. До 11 месяцев нам вот так говорили, всё нормально, нормально будет. И потом я уже пошла к неврологу, они нам поставили диагноз ДЦП. К счастью, ДЦП проявлялась в лёгкой форме. Но всё равно диагноз в какой-то момент выбил почву из-под ног родителей. Мама и папа понятия не имели, что это за болезнь и как с ней бороться. Близкие люди всячески поддерживали молодых родителей и не дали им опустить руки. Мама девочки признаётся, что это испытание очень сильно изменило её и помогло под другим углом взглянуть на жизнь. Теперь каждая проблема, которая встречается в жизни этой семьи, вмиг преодолевается благодаря взаимовыручке и поддержке. У неё речь, память сохранно, интеллект, всё сохранно. И чуть-чуть я уже успокоилась. Спасибо, конечно, маме моей, она мне не дала упасть духом. Поначалу я ещё думала, почему, за что, почему мне такой ребёнок. А потом она мне объяснила, что не каждому даётся такой ребёнок, это даётся только сильным. Недолго думая, родители решили действовать. Впереди малышку ждал долгий и тяжёлый период. Множество процедур, поездки по врачам. Словом, с первых месяцев жизни необходимо было бороться за здоровое будущее девочки. Со временем незнакомые процедуры и упражнения стали привычной частью жизни. Массаж, ЛФК – это у нас, если мы не можем в Москву поехать, то мы ездим в город «Счастливое детство», в центр. И вот там, по возможности, делаем массаж, ЛФК. Не знаю, надеемся, что побежим. Ну, как бы сравнительно, наверное, и сейчас по дому она полностью передвигается уже сама у нас. Сейчас Амина и её родители прилагают множество усилий, чтобы многолетний прогресс не прошёл даром. Ежегодная реабилитация, домашние тренировки – всё это, конечно, даётся девочке нелегко. Однако Амина понимает, что в первую очередь это нужно ей самой. И пытается собрать всю волю в кулак, чтобы поддерживать здоровый образ жизни. Алина Гидеева, Далиль Мирза и Назир Капушев, Архыз, 24. Учителю на подмену на базе Крачево-Черкесского госуниверситета начал работу студенческий педагогический отряд. Сейчас его участники работают в школах по всей республике, временно подменяя учителей, находящихся на самоизоляции. Как идут занятия под руководством молодых преподавателей, расскажет Анзор Курбанов. Студентка Института филологии Карачаева-Черкесского госуниверситета Фарида Алиева закончила школу всего несколько лет назад. А сейчас уже ведёт урок литературы для школьников из Карачаевска. Открытие педотряда на базе вуза позволило девушке развивать педагогические опыты сейчас. Место изучения материала на лекциях в университете Фарида обсуждает с учениками идею Романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Я услышала о педагогическом отряде в университете. Вышла на замену. Работаю уже несколько недель. Это очень хороший опыт для меня, так как в будущем я собираюсь работать учителем. В школе руководство отнеслось очень хорошо. Они поддерживают, помогают. Надеюсь, что как я выбрала эту профессию, так и эта профессия выберет меня. Заинтересовал Роман Достоевского и Мурата Байрамукова. Внимательно слушая преподавателя, юноша сам делает анализ произведения. Помогают ему в этом иллюстрации на экране. Ему, как и остальным десятиклассникам, такой формат обучения пришёлся по душе. Мы сейчас проходим преступление и наказание. Учитель очень хорошо всё объясняет. Очень внятно, понятно. Очень хочется, чтобы больше было таких уроков. Линейный педагогический отряд появился на базе КЧГУ совсем недавно. Однако в нём уже состоит 80 человек. Студенты оказывают помощь педагогам-наставникам, в организацию учебного процесса и временно заменять в классах тех учителей, кто из-за пандемии COVID-19 оказался в самоизоляции. В отряд вошли обучающиеся старших курсов бакалавриата, магистратуры, те, которые решили свою жизнь связаться с школой. Это в основном обучающиеся по направлению педагогическое образование, разные направленности, профили. Направления работы у педотряда самые разные. От точных и гуманитарных наук до тьютерства в сфере образования. Мы считаем, что вот такая мера, она обезопасит и педагогов, и не даст прервать вот этот учебный образовательный процесс. Кроме того, студенты наши как бы получат вторую вот такую практику, у них возможность пообщаться с коллективом учителей, лучше узнать себя, и это им пригодится в будущей их работе. На сегодняшний день в школах Карачао-Черкесии работают 16 членов студенческого педагогического отряда. В дальнейшем руководством Качагу планируется расширить отрядные звенья. Анзор Курбанов, Назир Капышев, Архыз, 24. В Черкесске завершился пятый юбилейный всероссийский турнир по самбо имени депутата Народного собрания Республики чемпиона мира Мухаммеда Кунижева. В течение двух дней юные самбисты из восьми российских регионов выясняли, кто из них достоин путевки на первенство страны. За ходом турнира следила и наша съемочная группа. Ставший же традиционным турнир имени депутата Народного собрания чемпиона мира по самбо Мухаммеда Кунижева собрал под сводами Дворца спорта юбилейный полторы сотни юных самбистов, которые в течение двух дней выявляли лучших в девяти весовых категориях. Перед началом турнира к ним с приветственным обращением от имени Рашида Тимрезова обратился руководитель администрации главы правительства Мурат Озов. Сам, между прочим, чемпион мира по самбо, к тому же лично знавший Мухаммеда Кунижева. Пока жива память от человека, он всегда вместе с нами, мы его помним. Точно так же любим, ценим с Мухаммедом. Он хоть и немножко помладше, можно сказать, где-то и рос на моих глазах. Потом мы очень сильно дружили. Данный турнир, да, мы его проводим пятый раз. В прошлом году, к сожалению, не получилось из-за коронавируса провести. Я думаю, что дальше будем уже без перерывов проводить его. Особенность турнира – то, что его победители получают прямую путевку на первенство страны, которая состоится в апреле в Новороссийске. Своим шансом представлять Карачаево-Черкесию на всероссийских соревнованиях сполна воспользовался Амали Шибоков. В весовой категории до 46 килограммов спортсмен из Малого Зеленчука выиграл в финале своего оппонента из Адыгеи. Это первая серьезная победа юного самбиста, а планы у него вполне амбициозные. А вот Алибеку Гербекову чуть-чуть не повезло. Уверенно, выиграв первую схватку, он в упорной борьбе уступил в следующий, а в утешительном финале не смог справиться с волнением и снова проиграл. Тем не менее, парень уверен, что к следующим стартам подойдет в лучшей форме. С каждым годом растет география участников турнира. На сей раз в Черкесск приехали юные самбисты из Адыгеи, Чечни, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. Относительно спортивных соревнований, касаемых самбо, все, что происходит на территории России, это не может быть не радость, потому что дети – это наше наследие, это наше все. Мы максимально должны вкладывать свой труд и свой опыт для того, чтобы растить достойное потомство. Тамерлан Камбиев из Кабардино-Балкарии стал бронзовым призером соревнований. В публике парень запомнился эффектным броском. Специально его не готовил, действовал на инстинктах, говорит юный самбист. Это не моя коронка, но соперник сам залез. На мою спину мне осталось только его поднять. Ну и просто поднял и бросил. Соперник очень сложная, опытная организация на высшем уровне. Все нравится, турнирстам тоже нравится. Если будут мои годы, то приходить буду еще. Всего по итогам турнира самбисты Карачаева-Черкесии завоевали шесть медалей. Три золотые, одну серебряную и две бронзовых. Неплохой результат, учитывая уровень конкуренции в этом виде спорта на Северном Кавказе. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Архиз, 24. Ну что ж, такими, на наш взгляд, были события дня. Все новости Республики вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю хорошего вечера и только отличных новостей. Редактор субтитров А.Семкин